здравствуйте ну хочу попытаться раз я уже тему это затрону насчет джона леннона хочу поговорить об этом человеке зайти хочу книги тоже человека которого звали джон толкин властелин колец ну и до этого у него книги там были но в частности вот этой книги почему потому что идею экранизации этой книги предложил джон леннон как раз и остановил так сказать вот это начинание как раз сам толкин о чем речь начнем с того что для чего вообще толкин написал эти книги нужно узнать о детстве толкина о том как он развивался где он родился кто его друзья были в молодости где он воевал о его детях ну даже потом почитать письма его своему сыну кристоферу на войну вторую мировую же узнать о друге толкина клайве льюисе и узнать ну почему же те же скажем так битлз хотели по идее для на сняться вот в этом фильме казалось бы вот но причем здесь вообще битлз и эта книга а дело в том что толкин но частности он повлиял на клайва льюиса вы знаете книгу хроники нарнии клайв льюис написал ну и много чего другого написала религиозного так вот эти люди хотели в этих книгах попытаться как бы обратиться к себе в детстве попытаться написать книги так как бы они хотели чтобы им в детстве рассказали о боге и христе ну такой намек чтобы сделали очень тонко очень аккуратно рассказать так вот ну казалось бы а почему лена в то время не мог встретиться с тем же толкин нам с клайвом льюисом и уже во взрослом возрасте он был но выяснить что что же хотели эти люди сказать в этих книгах и так далее вот какой вообще получился результат вот этой экранизации уже в современное время почему одни из главных героев очень важных вернее героев это вот том бомбадил и золотинка но если кто читал эту книгу были удалены из экранизации почему некоторые вещи вообще как бы не не были рассказаны в этой экранизации почему ее выхолощивание произошло оболванивание этой книги этой экранизации почему и кому это нужно было вот и ну многие вещи вот такие да казалось бы и вот они отсылают нам значит во времена когда битлз битлз были популярны я сам так сказать один из тех кто пострадал от этого от рок-музыки и так далее поэтому я как бы ну знаю это все вот потом окунуться в детство того же джона до посмотреть какие книги его любимые какие книги он читал и почему вот его религиозное образование вот так было перевернуто что он не захотел вернее не встретились люди ему которые интересно бы рассказали ему обо всем об этом то есть сам он читал там и библию но там поинтересуясь какие поинтересуйтесь какие в нее начну и почему вот так этого перевернуло вот это вот бунтарство бунтарство как ну да даже скажем так вот как они пели ведь они всему этому научились петь церковных при церковных школах оттуда у них все это пение это не просто так вот такой как бы но дар такой да почему вот так вот люди пели так вот толкин когда увидел что произошло вот основная причина да это произошедшее изменение вот психологическо-нравственном изменении население народа вообще великобритании вот это промышленной революции так далее вот ну и до этого еще что что происходило в англии когда из народа фактически сделали скажем так из части народа из большей части сделали не знаю какую-то послушную такую машину но многие сопротивлялись этому вот и в частности потом когда часть вот этого населения других народов когда они когда они отправились на вот в америку и и почему скажем так вот это вот произошла ситуация при которой эти люди основавшие вот сша и так далее такая производная но в худшую сторону откуда все вот эти вот процессы пошли и в россии все это было промышленной революции и так далее когда из народа сделали людей которые уже религию совсем по-другому воспринимали в частности вот эти книги он тоже написал чтобы как бы в дар англии потому что он увидел что у англии отняли часть ее как бы истории которая ну как-то еще держал народ в каком-то скажем так духовном состоянии более-менее еще когда нравственность какая-то была в дальнейшем как раз вот это вот как раз пролетарская часть которая в которой принадлежал как раз джон и ну и его родители и так далее да вот как раз этот бутарский дух вот он и сыграл вот эту злую шутку и многие вещи вот они как бы но прошли мимо него потому что ну видно никого не было рядом чтобы кто-то как-то обратил внимание на вот эти вот пробелы его и поинтересуйтесь как использовались вот это использовала вот это вот движение рок-н-ролл и так далее да вот эти вот такие образования которые были вот фонд рокфеллера да ну до этого еще был такой табистокский институт но и вот фонд рокфеллера как поучаствовал в этом да такие вот научные учреждения психологической войны что они изучали и как они использовали вот это скажем его движение вот эти молодежные все эти это было и советском союзе везде было во всех странах это все вот и разговор то должен быть как раз очень скажем так но внимательным к этому они просто там хаять что джон леннон вот такой вот там ну перевод сделать песни и мэджин посмотреть вот о чем как бы он пытался там сказать да вот это вот ну это конечно глупости все все вот эти вот представь себе и так далее там ну все видно чем человек дышал и так далее но в частности у него была но как это назвать такой вот интуиция религиозная да все равно скажем так бог как-то там каким-то образом промышляет о людях и если человек хотя бы где-то на каком-то этапе начинает где-то скажем так по нарастающей эти бог таких людей забирает частности вот последние дни его жизни если посмотреть ну почитать вот они его последних днях и так далее ну годах там посмотреть насколько человек изменился и даже вот эта трагедия которая произошла она как раз говорит о том что как бы но не случайно все это произошло я уже там указывал вот как раз я маккарт не вот до чего он скажем так ну во что он сейчас превратился посмотреть как отказался от ордена британской империи джон леннон на он был там скажем так ну так называли это пацифисты тогда посмотреть почему человек отказался когда ну казалось бы в то время там это же тоже престижно было и что он написал какое письмо по поводу отказа все вот эти вот вещи их как бы нужно ну изучать но нужно обратить очень такое скажем так внимание вот как раз на сказал вот эту вот книгу толкина и клайва льюис и вот почему почему эти люди прошли мимо этого мог бы встретиться например там даст толкинам клайва льюисом поговорить как бы нет самодеятельность вот это вот вот любимая скажем так черта была вот это вот самомнение себе что-то да вот она злую шутку сыграла у нас в нашей истории этот александр градский тоже очень похожая история тоже в раннем возрасте мать умерла такой батарский характер но здесь немножко другая как бы история здесь такой свободы конечно не было человека вот и где-то голосовые данные совсем то есть серьезно серьезный дар такой да и как бы благодаря этому вот этому бунтарского такого вот меньше было потому что какие-то серьезные произведения он там разучивал и пел ну в общем нужно вот как бы аналогии смотреть и в частности вот если посмотреть книги которые читал в детстве тот же лена например можно провести аналогии даже вот в советское время какие мы читали книги там пересекаются книги эти очень похоже вот это образование почему она зацепила это почему все эти вот там этот авистокский институт они же исследуют ну даже в настоящее время например лишь там шкала какая-то вот вообще по планете это хитрожопы очень такие ребята которые исследуют у них там например но сейчас наверняка есть например скажем так состояние общественного сознания вообще и у них там есть какие-то уровни например вот там тут можно сделать революцию вот так вот вот они например там какие-то уровни есть у них определенные а там вот в такой-то республике такой-то стране можно что-то сделать вот они двигают этими фишками они все это изучают в том числе и все эти рок-н-ролльные вещи они когда-то свое время изучали ну поинтересуйтесь в общем эти я как бы такие даю направление направление чтобы может из десяти человек там один два человека кто-то заинтересуется этим но только не нужно обязательно несколько не типа пути вот такого бездумного нужно хоть я и там рассказываю там скажем вот православная церковь и так далее надо обязательно держаться только этой линии именно православие и оттуда иначе можно как бы неправильным путем пойти священников нужно слушаться слушать обязательно что они говорят ну конечно там не поступать или какие-то там ошибки не совершать но именно с этой стороны заходить в частности вот ну во времена того же например там когда леннон был в англии еще да когда они только начало так сказать бетломане и так далее да вот митрополит антоний сурожский посмотрите вот в то время был человек такой в англии посмотрите что это за человек поинтересуйтесь ну казалось бы вот но не должен был пройти но вот это вот отношение вот я не знаю там где он там англиканская церковь или там католическая где он там был вот не может человеку дать правильное образование религиозное вот эти структуры вот а вы поинтересуйтесь вот что за митрополит антоний сурожский что за эти люди вот интересные понимаете и вот вот это вот неправильное образование религиозное вот она вот доводит людей вот скажем так да такая вот жуткая смерть до убили но в этом тоже есть какой-то промысел но никогда никто бы не хотел такой смерти но она как бы не случайно но может быть такое что вы скажем там ну по скажем так по смерти до по смерти вы обнаружите что вот этот человек там тот же джон леннон что он как этот разбойник да вот который на кресте покаялся может он в как раз числе этих людей будет вот просто вот благодаря своей этой интуиции религиозный вот как он изменился как он за ребенком ухаживал в конце как он совсем друг другого понятия какой-то него был он где-то успокоился совсем по-другому он себя вел ну вот но никому конечно не надо такого желать потому что но лучше все-таки как-то более спокойно скажем так свою религиозную жизнь мести а вот это вот бунтарство она не до хорошего доводит но пока вот такое начало может потом что еще о чем-то поговорю спасибо большое